МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 августа 2012 года. Выставочный центр «Крокус-экспо». На московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» представляет свои новинки. На автосалоне 85 российских премьер. Три из них – дело рук тольяттинских конструкторов. Кроссовер X-Ray, электромобиль и новое поколение «Лада Калина». Сегодня «АвтоВАЗ» серьезно заботится о внешней привлекательности своих машин. Завод демонстрирует новый концепт-кар, эффектную «Лада X-Ray». Необычный корпус автомобиля разработал Стив Маттин, бывший дизайнер «Мерседес-Бенц» и «Вольво». Я хотел создать такой автомобиль, который способен занять свое место в новом сегменте, соединить в себе кроссовер и внедорожник, разумеется, полноприводный. И я сделал нечто уникальное, то, что объединило в себе качество этих автомобилей. «Лада X-Ray» пока не отправится в серийное производство, но дизайнерские решения Стива можно будет увидеть уже в следующих линейках тольяттинских автомобилей. Здесь я несу ответственность за весь бренд, как во времена работы «Вольво». Но я еще и должен задать новое направление бренду «АвтоВАЗа». И это огромный шаг вперед. «АвтоВАЗ» развивается не только в области дизайна, но и совершенствует начинку своей продукции. Особая гордость «Лада» – первый в истории «АвтоВАЗа» серийный электромобиль. Сегодня завод – часть Росттехнологий. На презентации «Эллады» лично Сергей Чемизов, глава госкорпорации. «Первый автомобиль из этой серии приобретен вновь. И как пользователь могу сказать, что автомобиль прекрасный. Быстро разгоняется, совершенно бесшумный». Электромобиль «Эллада» оснащен электрическим двигателем мощностью 60 кВт. Это чуть больше 80 лошадиных сил. Автомобиль развивает скорость до 130 км в час, а до сотни разгоняется за 13 секунд. Зарядить личный транспорт можно от обычной розетки всего за 8 часов. На одном заряде «Эллада» проедет 150 км. Розничная цена машины сегодня – 1 млн 250 тыс. рублей. Потенциальные покупатели только знакомятся с «Элладой», а «АвтоВАЗ» уже заключил договор на поставку целой партии в 100 электромобилей в Ставропольский край. В декабре этого года они начнут работать в такси. «Благодаря усилиям правительства рынок российский стал очень интересным и растет очень быстрыми темпами. И результаты этого усиления конкуренции». Это главная причина, по которой «АвтоВАЗ» вложил в перспективную разработку 10 млн евро. На заводе уверены, экологичные модели скоро завоюют рынок. Кроме прогрессивных новинок, автопроизводитель из Тольятти представил и новые модификации известных моделей – «Калина 2» и «Лада Гранта Спорт». «Калина» нового поколения изменила не только дизайн. Машина получила автоматическую коробку передач. Авто поступит в производство в начале 2013 года. «Лада Гранта Спорт» также появится в продаже в следующем году. Автомобиль оснащен аэродинамическим обвесом и мотором на 120 лошадиных сил. Это самый быстрый рыночный автомобиль в истории производителя. Мощность турбомодификации «Лады Гранта Спорт» будет достигать 200 лошадиных сил. Эксперты уверены, на фоне кризиса в Европе, где сегодня продажи автомобилей упали на 7%, российский автомобильный рынок всего за год вырастет на целых 15%. Очевидно, что у «АвтоВАЗа» есть все шансы занять крепкие позиции даже на, казалось бы, переполненном европейском рынке.